Доброго времени суток, уважаемые друзья и коллеги! Сегодня у нас с вами видеоотчет по исследованию характеристик клинка на ноже крыса первая. До этого мы уже с вами исследовали две крысы, поэтому вот эта третья точка будет очень показательная. То есть мы посмотрим, как компания Red выдерживает технологический процесс при производстве своих клинков. Перед тем, как мы перейдем к крысе, считаю необходимым сказать, что данный нож крайний в этой порции из коллекции Гаджи. Вот вы можете посмотреть, сколько клинков мы с вами проанализировали за это время. Ножи были разные, интересные, очень неоднозначные результаты попадались. Ну, я думаю, все мы согласимся, что работа проделана большая и познавательная. Будем продолжать в том же духе, но вот думаю, что возьму небольшой творческий перерыв. Соберусь с мыслями и продолжу. Ну, также вот уже люди пишут с предложением дать свои ножи на анализ. Никому не отказываю. Хочу маленечко расширить диапазон методов, которые буду применять при исследовании характеристик. Вот сейчас договариваюсь об использовании электронного микроскопа. Ну, посмотрим, как пойдет дело. Давайте теперь приступим непосредственно к определению характеристик. Ну, вот по традиции первое, что мы определяем, это химический состав рентгенофлюоресцентным методом анализа, который показывает, что клинок данного ножа выполнен из АОС-8. Замеры твердости клинка по шкале Роквелла показали, что этот экземпляр крысы, самый твердый из трех, и его твердость равна 57,5 единиц HRC. Давайте теперь подведем итоги, которые получились, исходя из проведенных замеров. То есть, ну, клинок ожидаемо выполнен из АОС-8. Ну, уважаемые фирмы обычно нас никогда не подводили. Твердость данного экземпляра 57,5, она самая высокая из тех клинков крыс, которые у нас были на исследованиях. То есть, первый клинок, это была первая крыса 56, потом маленькая крыса 57, единица, вот это 57,5. Ну, по большому счету, о чем говорят эти данные? То есть, разброс есть, он небольшой, конечно, там, другое дело, что вы видите, что мы уходили с вами в плюс, то есть, 56, 57, 57,5, но нету гарантии, то что мы не уйдем и в минус, если уж такой разброс существует. Ну, по большому счету, я думаю, все-таки они держат свою закалку 57 плюс минус 1. То есть, можно уйти и в 58, я думаю, можно и опуститься в 56. Ничего плохого в этом нету, потому что данную сталь так и калят, 55, 59, под 59 это редкие случаи, конечно. Ну, так 58, 57 попадаются экземпляры. Также хочу отметить, что АУС-8 это идентичная сталь по составу, которая хром-13, которая на Тенейшесах стоит и на других китайских ножах. Вот просто такая аббревиатура у этой стали. Ну, вот, опять же, вспомню мой любимый Тенейшес, который, имея такой же химический состав, как и на крысе, показывал твердость 59 единиц, что достойно, и клинок совсем по-другому себя ведет. Поэтому, если бы компания РЭД калила свои клинки на крысах до 59 единиц, я думаю, это только улучшило эксплуатационные характеристики клинка. Ну, в заключение скажу, что если нужен нож качественный, с хорошими характеристиками, то, несомненно, надо выбирать крысу, ну, либо Тенейшес, по большому счету ценовая категория одна, по идеологии разные ножи. Если вам нужен нож для леса, ну, это мое мнение, конечно, то это крысы, если для города, то Тенейшес. Ну, то есть, вот в данном случае, к нашему счастью, две разные фирмы выпускают в одной ценовой категории два ножа, которые можно себе позволить, очень качественных. Один для леса, другой для города. Ну, опять же, повторюсь, что это мое мнение. В заключение к видео хочу поблагодарить, ну, в особенности, это, конечно, Гаджи, который предоставил возможность поисследовать ножи, свойства их, характеристики, эксплуатационные данные, геометрические параметры. Было очень интересно. Сейчас я, ну, как уже говорил в начале видео, соберусь с мыслями, попробую договориться об новых методах анализа, более информативных. Было бы, конечно, очень хорошо, вот сейчас веду переговоры с другим просто подразделением нашего предприятия по поводу предоставления электронного микроскопа. Ну, сами понимаете, что прибор этот очень уникальный, и там очередь записывается. Ну, может быть, как-то в нерабочее время нам пойдут навстречу, пока такие переговоры ведутся. Это, конечно, не значит, что канал не будет пополняться новыми видео. Просто у меня уже есть данные и по своим ножам, когда Михаил устроил распродажу, мне посчастливилось приобрести несколько экземпляров интересных. Также вот Александр, подписчик мой, давал на анализ три ножа от Адай и от Кабанов, по-моему, там Хиндерер был. Тоже сделаю видео по этим экземплярам, но они будут такие, менее информативные, потому что перед глазами ножей нету. Дело было уже давно, где-то два месяца назад или месяц ли, поэтому видео будут коротенькими, развернутого исследования, понятное дело, не получится. Но постараюсь выжать из тех данных, которые я сделал, наибольшую информацию. Поэтому всем спасибо, что смотрите канал, участвуете в его развитии. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok